Приветствую вас, Елена. Я думаю, что вы, я надеюсь, по крайней мере, на то, что вы прочитали ответы коллег на их, вот, и увидели то, что они вам написали. Потому что крайне важно, чтобы вы танцевали. Вы говорите, пишите, по факту, о том, что, значит, значит, я думаю, что, как вы говорите. Важность здесь, конечно, стоит достаточно, ну, скажем так, болезненно, достаточно. Реагируете на то, что у него, ну, на то, что эти сообщения сыпятся. Вот. То есть, именно вот, что довольно болезненно вы на это реагируете по какой-то причине. То есть, это ревность. Вот. И, совершенно очевидно, что вы нуждаетесь в ком-то рену. То есть, совершенно очевидно, что вы нуждаетесь в... Мужчина рядом с вами, вы нуждаетесь в нем. Вот. Положиться на самую себя у вас не получается. Как-то. Да? То есть, положиться на себя вы не можете. Почему-то. Вот. Вот. То есть, вам обязательно нужен кто-то рядом. Вам обязательно нужен мужчина рядом. Вот. Вопрос, конечно, здесь заключается в том, как вы к этому пришли. К тому, что вам рядом нужен человек. К тому, что вам нужен мужчина. К тому, что вы боитесь, там, словно говоря, что человек от вас уйдет. Да? Допустим. То это вот нужно разбирать. Конечно, достаточно подробно. Потому, что, потому что, хоть вы и не описываете всю хронологию ситуации. Вполне может быть, что в начале вы человека ревновали. В начале вы человека ревновали. И уже потом, уже после того, как вы его начали ревновать, появилась другая женщина. Вот. И здесь важны, ну, важны, здесь важны, ну, важно достаточно четкое понимание причины и следствия. Причина в том, что вы ревновали. В следствии только появилась другая женщина. Вот. Не наоборот. Ни в коем случае не наоборот. А вы, вероятно, считаете, что как раз таки именно в этом все и делаете. То есть это вот то, что вам мешает. Обратите внимание на то, как вы унижались, выклянчивая примирение. Как вы сами думаете, с какой целью, ну, для чего вы так его умоляли? То, что, наверное, очень сильно вы, получается, с человеком нуждаетесь. А с чем связана эта нуждаемость? Как вы думаете, с чем она связана? Что я сюда поставила? Вот было бы очень здорово, если бы вы раскрыли бы этот нюанс. Если бы вы погрузились без себя. Чего я боюсь? Наступление каких последствий, например, каких событий я не хочу. Вот так кажется, что вы боитесь одиночества. Да? Например. И устраиваете отношения с мужчинами. Но именно вот с этой позиции. С позиции, что я боюсь одиночества, что ты должен меня спасти от одиночества. К сожалению. И что одна, я из себя ничего не представляю. Собственно, обратите внимание, как вы довольно пассивны. Такое ощущение, что зависит от людей. Боитесь, что вас бросят? Тревожитесь по поводу того, что вы можете остаться без семьи. То есть, грубо говоря, решается проблема своей защищенности. Что, собственно, и ощущается на протяжении всего вашего, текста всего вашего сообщения. Потому что когда у вас появляется другой мужчина, который вас, ну, в какой степени интересует. Да? Вот. Вы очень быстро приключаетесь на него. Вот. Хочется вас, конечно, как-то спросить, а вот не смущает ли вас то, что столь быстро вы приключили с одного человека, за которого, казалось бы, боролись, за которого переживали и так далее, на другого. И я знаю, что вы, что сейчас, в данный момент времени, то, что вы делаете, вы пытаетесь выбрать, вы пытаетесь выбрать, вы пытаетесь выбрать, а, в кем вам общаться. И вы считаете, что, какие чувства вы испытываете к мужчинам? Именно вот к мужчинам. Какие чувства вы считаете? Что это за чувства, которые вы испытываете к мужчинам? Вот это, мне кажется, ну, такой, довольно важный момент, на который нужно обратить ваше внимание. Это, например, такой момент серьезный. Потому что, ээээ, ну, момент, момент, эээ, такой, такой, да, ну, момент серьезный, это. Вот. Теперь вы хотите правильно поступить, невольно-невольно возникает вопрос. Правильно. Это как? Ответ у него достаточно прост, чтобы в итоге я получила то что хотела. Отчего вы хотите быть с кем-то, обратите внимание. Хочу быть с кем-то, то есть мне вообще говоря не так важно с кем быть, я хочу быть с кем-то. И, собственно, а так вы решаете проблем. Из-за того, что вы боитесь потерять человека, из-за того, что это может быть с кем-то. потеря. Ага, вы не можете доверять. Леген. Ну, мишин, ну, мишином, щас. И из-за этого вы постоянно чувствуете проблему доверия. Ну, вот, в какой-то степени из-за этого постоянно чувствуете проблему доверия. То есть, постоянно требуется какого-то подкрепления доверия. Больше, если оно полностью зависит от вас. А оно зависит от вас. Потому что в отношениях, прежде всего, доверять нужно себя. Не другим, а себя. Себе, в данном случае, вы не доверяете. Потому что есть нечто, судя по всему, что вами отвергается. И из-за элемента этого отвержения, вы испытываете сложности. Определите свои ценности. Как бы вы могли их определить? Что для вас важно? Что для вас важно? В соответствии, чем вы могли бы построить отношения? Подумайте, что вы хотите для мужчин. Ну, которые вот. Рядом. Ладно. Чего вы ждете от мужчин? Подумайте, решите. Чего бы вы хотели? Подумайте, решите, какой конфликт у вас. Что с чем конфликтует у вас. И вот этот конфликт психолог поможет решить. А что делать дальше? Вы решите сам. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...